Так, фух, 11 часов, сейчас Ефим должен уже подъехать, ждем, маленечко ждем, но остановились хоть, а то бегали с самого утра, сейчас вот два ушка маленько присели, она огурчик квашеный ест, пробует, не взначай квашеный, был маринованный, но то ли уксус не долила, то ли что, в общем крышечку вздуло, рассол замутнился, получились квашеные огурцы, ну бывает и так. Так, вот, холодец поставили варить, вчера расставили рульки, а я поздоровалась вообще, что-то мне в голову пришло, я забыла наверное поздороваться, или я сказала всем привет, ну ладно, бог с ним. Так, ну в общем, рульки, эти ножки, значит, поставили свиные, сколько там штучек, три что ли, да? Четыре. Четыре даже, потом две лыдки говяжьи, в общем навар будет, ого-го какой, да, наверное желатин не придет. А, да хвост еще, хвост бычка-то нашего, кто-то тут написал недавно, кто-то написал, где бычок, я говорю, мы уже его почти доели. Были хоть рожки до ножки, сейчас уже и хвоста, и ножек нет, все изварили, сегодня последнюю партию варим. Ну, мясо-то, конечно, еще есть, фарш есть маленько еще. Так что, ну к концу зимы, я думаю, бычка мы доедим. Вот, суповые наборы, уже было два больших ведра суповых наборов на улице, все уже изварили, ничего нету. Вот сейчас уже как-то возвращаемся даже к индюшатине, потому что суповых наборов бычка нету. Так что, вот так вот, все съедается потихоньку. Ну и консервы, кстати, неплохо едим каждый день, какую-то новую баночку открываем, открываем, смотри, там варенье доели, там вот банка стоит тоже надо, главное, ставят вот столечко в банке, я сейчас покажу, вот, абрикосы варенье, вот, видите, оставили, все, она стоит, я думаю, ну, доедят, доедят, выкинули, ну, в смысле, вымою банку эту, уже остатки доедят, никто не доедает. Вот она сейчас простоит, простоит, заплесневеет маленько, я ей это выкину, действительно, вот почему-то так вот всегда делают, не доедает до дна. Вот, что еще, борщ бабушка сварила, сейчас уже доваривается, сегодня борщ у нас такой, с перчиком, из морозилки достали мы перчик, спустили, ну, видимо, какой сорт попадется, сегодня перчина хорошая попалась, суп ядрененький, как солянка, такой остренький получился, а, не, не солянка, харчо, путаю я их все время, харчо, вот, ну, с хлебом-то нормально будет, Матвею так вообще понравится, он такое любит. Погода сегодня похолодала маленько, минус 10, утром было минус 16, мне кажется, минус 10, но сейчас можно посмотреть, вставать неохота, сейчас на телефоне быстрее писать, 10, да, показывают. Ну, ясно, хорошо, птички вон летают, веселятся, на солнышке-то им тепло. Дед, он там ходит. Ну, сейчас, подожди, ты чего так кричишь? Огурчик хочешь, так, что ли? Вот, потом что, я, в общем, приборкой занялась с утра, разгребла маленько там, да, там, да, на веранде все поразгребала, это ужас какой-то, они инструменту столько натащили с улицы, что пока я все это разгребла, да, повыкидывала кое-что еще, самины, там и картошка даже упала, вся по полу раскатилась. Вчера Микела корм просыпала весь, кошачий деда Паша привез, у них кошка не ест, Матвей поставил на стул, она уронила, все рассыпала по полу. Ну, сейчас еще пылесосить-то надо будет. В общем, бардак у нас образуется, конечно, технично. То они, то я что-нибудь на это, то даже собаки напакостят. В общем, вот так вот. Все вместе, все вместе, и целую гору только ящиков сейчас набрала, потому что картошку достаем, морковку достаем, полупустые ящики, я сейчас в один ящик сыпала, так у меня пять ящиков пустых оказалось, представляешь, это все надо в подвал сейчас спускать, на веранде сейчас... Ну, я аккуратно хотя бы составила, а то они все вот так вот по всей веранде расставлены были, это ужас какой-то. Ведра тоже самое, в одно сольем сыворотку, там в другое мусор, в третий еще что-нибудь, в общем, вот так вот в итоге Алеша выльет все, но расставит, нет, чтобы одно в другое вставить, нет, он вот так по всей площади тоже расставляет. В общем, вся веранда заставлена была, но сейчас, слава богу, все нормально, но еще не пропылесосил, поэтому показывать пока не буду уж. Да, что там показывать, веранда есть веранда, все равно это у нас кладовка, ну, по крайней мере, там сейчас более-менее прибрано. Целый мешок, по крайней мере, мусора собрала, и по настоянию деда он настоял, чтобы я избавилась от старых сковородок, потому что их все равно никуда использовать не будем, говорит. Вот, ну я их не на мусорку, конечно, потому что там такой вес металла, но они реально стоят с пачками уже, наверное, лет 6 или 7 не копятся, ну, может их больше, может и меньше, не знаю, в общем. Ну, каждый год все равно покупаешь новую сковородку, старую выносишь, ставишь. Вот, и уже такие типы сковородок этих стоит. Вот, они ведь все равно не чугун, как вот раньше было там чугунное. Чугунное ставил, у меня одна чугунная там была, я ее ставил, она стоит, она продолжать будет стоять. Хоть они используются много, естественно, ее не выкину. А вот эти вот все, ну, современные сковородки, все равно они, как бы, приходят в негодность. Короче говоря, из них надо скрутить ручки и сдать в металлолом, как, ну, Сталин или из чего-нибудь там, да, ну, как металл. Вот, хочу попросить деду Пашу, чтобы он забрал их, целый мешок набрался, тяжеленный, не знаю, килограмм, наверное, 15. Ну, да, можно сдать и, наверное, хватит даже на новую сковородку. Ну, просто сколько можно стоять, она действительно уже столько лет стоит и не используется же повторно потом. Я один раз попробовала, думаю, наверное, мы зря выкинули, выбрала там хорошую сковородку, ее давай отпаривать, отмыливать, все отмыло, все как будто как новое. А все равно не жарит. Вот, видимо, вот эти микротрещины образуются в покрытии, или что? Нет, залипает. Я блинецу так пробовала восстановить, ничего подобного. Даже хоть как ее отмоя, она все равно не будет жарить, потому что уже вышла из этого. Негодность приходит, в общем. Ну, специально же такие технологии, чтобы людей быстренько все выходило и уже ничего не жарило. Это раньше были вечные вот эти чугунные, да, что им никакие царапины, ничего там не действует. И, в общем, вот так. А сейчас как-то это, может, и надо покупать такие, но они дорогие, чугунные-то сейчас все это. Да, и с ними, да, тяжело с ними обращаться просто. Даже вот жарить, даже много мы жарим блинов. Попробуй, дотягайся, это все, руки заболят. Вот. Ну, и стоит у меня тазик уже, вот, приготовила. Буду сейчас заваривать, медовик делать. Рецепт у меня медовика есть на делах хозяйских, поэтому снимать не буду. Да и некогда сегодня снимать. Мне вот еще надо было к вечеру поближе буду пылесосить, потому что все еще прибирать надо мыть. Ну, мыть-то как мыть, я так вроде пыль-то попротирала. Ну, про пылесосить надо пол подтереть, где у нас пол есть. И все, собственно, завтра будем заниматься. А, еще и вечером надо бы съездить, ведь было докупить на салаты кое-что посмотрели, чего не хватает. Вечером холодец сделаем. А, ну, я холодец-то не шибко принимаю, я процеживаю вот эту жижу бабушке, помогаю. А там она чеснок, да все чистит сама. Так, что это? Вот. Началась, в общем, череда дней рождения. Кстати говоря, сегодня дни рождения уже тоже у родственников у наших. Это у Алешиного брата, юбилей 50 лет, мы его поздравляем. Вот. И у племянницы моей, у Сони сегодня день рождения, ее поздравляем. Так что всем именинникам желаем здоровья, главное, крепкого. Вот, ну, и чтобы все в семьях было благополучно. Ну, а если это дети, как Соня, да, то ей хорошие учебы, чтобы все получалось, что она не задумает. Вот такое вот желаю, в общем, всем нашим именинникам, начиная вот с сегодняшних. Так что, вот так вот. Завтра у деда будет день рождения, у Арсения, племянника второго, уже другого брата моего. Вот. Завтра мы вот по этому поводу соберемся. Ну, ладно. В общем, бабушка звонит куда-то. Все, пошла я делать медовик. Так, смотрите, друзья мои, расскажу я вам секретик один. Как научили меня тоже девочки из интернета раскатывать медовые коржи. Потому что я вот медовики не люблю как раз из-за того, что когда раскатываешь скалкой там или руками, все это липнет. Тесто вот у него липкое, у медовика. Вот. И, в общем, подсмотрела, что можно раскатывать банкой. И действительно, посмотрите, как здорово. Банкой не прилипает ничего тесто. Хотя оно само по себе все-таки липковатое. Я его мукой стараюсь не забивать и сделать, ну, не густое такое прям, чтобы оно, знаете, тугое какое-то было. Чтобы не забитое. То есть оно у меня нормально, по густоте не густое. Вот. А если его руками, то вы замучаетесь. Вот. А банкой очень удобненько. Оно, во-первых, получается равномерно. То есть не будет никаких горок, ничего. Вот. Поэтому я вам показываю здесь хотя бы на хрониках. Уж рецепт отдельный из-за этого, конечно, снимать не стоит. Не, ну, если хотите, я вам могу проговорить очень тесто легко. На самом деле делается. Берете тазик какой-то металлический или кастрюльку. Мне вот тазик нравится, алюминиевый. Только что поглубже был, потому что будет спучиваться потом все это. Вылазить иначе, если будет мелкая тара. В общем, туда две. Это вот на мой большой-большой-большой-большой торт. Я рассказываю, да. 600 грамм, получается, я положила сахара, 600 грамм меда и 600 грамм этого масла. Масла сливочного. Вот. Потом все это поставил на плиту. Растопился сахар, масло. То есть это стало жидкой такой субстанцией. Туда добавила 3 чайные ложки соды. Это все начало взбухать. Но это все мешается одновременно. Вот. Разбухать начало, вылазить практически из тазика. Но не вылезло все-таки. Вот. И потом, как начнет реакция проходить соды, он начнет коричневеть. Да. И запах появится вот этого медовика карамельный такой с медом. Вот. То есть как покоричневеет, порыжеет эта масса. Я ее снимаю на стол, ставлю тазик. Остывает, наверное, минут 15. И начинаю туда яйца вводить. Надо яйца... В принципе, можно разом вылить. 9 яиц на эту массу идет. 9 яиц туда выливаю. Размешиваю. Вот. И высыпаю... У меня вот ушло ровно 2 килограмма муки. Ну, высыпайте постепенно, чтобы вот именно смотреть тесто. Ну, вот покажу, какое тесто получается. Видите, вот оно. Вот такое. Прямо оно мягенькое-мягенькое. Ну. Ну, оно, кстати, остывать начинает. Перестает липнуть так пальцы. Видите, уже не липнет. А когда вымешиваете, оно, конечно, прям жестко липнет. Видно это, да, по консистенции. Ну, вот. И все. Беру пергаментную бумагу. Чуть-чуть, видите, мукой подсыпала. Так, попорошила, чтобы мне это не прилипло. Ничего. Потом выкладываю кусок теста этого. Чуть-чуть тоже сверху припорошу мукой. И начинаю банкой выкатывать. Слой получается тоненький. Тоненький. И духовку сейчас нагреваю до 180-190 градусов. И ставлю выпекать. Сколько там выпекать на глаз смотрю. Не знаю. Даже что-то я не засекала. Сейчас уж не помню, как там в рецепте говорила. Но, в общем, минут 15, наверное, максимум. А то и быстрее. Она, когда разогреется, духовка, так вообще быстро. Только так успевай. Ну, смотря на сколько тонко прокатаете. Как прокатаете. Если тонко совсем, то оно, конечно, быстрее будет. То есть, просто на глазок смотрим. Видно, его пощупали, он восстанавливает форму, значит, пропекся. В общем, вот так вот. А крем у меня сметанный. То есть, беру, как всегда, я делаю жиденькую сметану, только с невысокой жирностью, чтобы пропитать коржи. Причем, желательно пропитать сразу, горячие. Достаете и сразу сметаной пропитываете. С сахаром один к одному можно взбивать. Ну, там кто как любит. Я, в принципе, даже не пользуюсь. Сметану начинаю взбивать туда сахар. Пудру всыпаю и просто пробую. Как меня удовлетворяет, так я и останавливаюсь. Ну, примерно там по рецепту один к одному сахар со сметаной. Что-то дед у нас расчехался. Фадей в школу ушел. Ефим со школы пришел. Сегодня что-то весь уставший после физкультуры. Вот. Ну, отдыхаю сейчас. В общем, есть будет скоро. Вот. Алеша пообидал. Сейчас на работу пойдет. Вот такие вот дела. Так что начали мы заниматься. Это у меня поддончик 30 на 40, если что. И таких коржей будет много. Это торт будет прям, я не знаю, он, наверное, килограмма на 4 будет. Но мы на все дни рождения сразу делаем, чтобы потом уже не делать. Завтра будет день рождения. После завтра будет день рождения, чтобы вот эти два дня нам в гостей угощать было чем-то. То есть он будет прям высокий и, в общем, такой. Литра 2 сметаны уйдет не меньше. Все, оставлю выпекать. Забыла сказать, что обязательно протыкайте еще вилочкой. Потому что тесто все равно плотное. Воздух не будет хотеть выходить. Будет пучить. Верхушка здесь образоваться. Может, горочка. Поэтому это нам не надо. Лучше его потыкайте. Так, процесс идет. Уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь коржей, короче, будет у меня. Осталось еще на один. Один сейчас посадила. Вот. Что еще? А, про сметану сейчас посмотрела. Что-то я, конечно, загнула. Не один к одному ее делают, а получается на килограмм 300 грамм. То есть один к трем аж. А я так что-то неправильно, в общем, сказала. Обманула вас. Так что, извиняйте. Сама сейчас задумалась. Думаю, как это на килограмм сметаны целый килограмм сахара. Быть не может. Что-то, говорю, не то, я сказала. Заглянула, действительно. 300 грамм примерно. Но я говорю, опять же, пробовать надо. Кому-то надо покислее, кому-то надо послаще. То есть там все равно пробуешь. Ну, примерно. Примерный такой рецепт. Сейчас, вы знаете, что бью? Не сметану еще бью, а масло у меня. Вчера же мы сепарировали. Успели. Молоко-то просепарировали. Я часть поставила, сквасила на сметану один литр-то. Вот. А остальное, там еще, наверное, литра два у меня. Я сейчас на масло перебью. А потом уже буду делать сметанный крем. Нет, желательно, конечно, прям горячие их смазывать. Вот если заранее сметанный крем сделать, это будет прям идеально. Если помощник есть. Почему? Потому что пекутся очень быстро. Сейчас печка накалилась. Буквально 7 минут и достаю. 7 минут и достаю. Даже можно, может быть, и меньше. Смотря как у вас там еще печка работает. Поэтому от 5 уже надо смотреть. Вот. А так они видно, что видите, какие пористые, как прянички. Вкусные. Фима уже ходит, у меня обрезки эти ест. Но обрезки тоже нужны. Мы ими будем обсыпать. Вот. А сюда сделала, видите, как у меня поднос по ширине не подошел. Я взяла обычную, у меня есть картонки такие, толстый картон. Обвернула фольгой. Так. Пару раз туда-сюда. В общем, и все. И вот так вот на фольге. Но все равно сейчас это все снимать буду промазывать, когда. Ой. Еще что-то голова заболела. Надо поесть, наверное, 2 часа. Я, наверное, голодая. Поэтому голова что-то начинает болеть. В висках как-то токает. Или жарко здесь. Сейчас дверь открою, наверное, наружную. В общем, такие дела. Маслицы. Бьем, бьем. Так. 4 часа без 10. Кто будет говорить, что легче постряпать тортик дома? Я в 11 часов начала. Я вот сейчас только закончила. Не так-то это просто. Время все равно уходит. Хотя и коржи сегодня пеклись очень быстро. Но столько времени ушло. Матвей пришел со школы, уже успел. Подъедает мой остатки тортика. Тортик выглядит вот так. Такой малыш на 5 килограмм. Тортелло. А бабушка начала делать холодец. Холодец. Тут у нас и рульки, и ножки. Все вместе вытащили. Сейчас из кастрюли будем перерабатывать. Да? Да. Вот. Ну и все. Еще надо сейчас приборкой бы заняться. Но уже сил нет. Я сейчас посижу маленько, да. Одеваться будем, поедем. С Алешей сначала в магазин. А приборку если вечером, я не знаю, будет ли сегодня сила или завтра все-таки с утра пропылесосить взять все. Потому что все равно накрошили везде. Да все. В общем, вот так. Так-то все вещи, в общем-то, я сегодня разгребла. Осталось пропылесосить. Пылесосить так недолго. Это может вечером сегодня сделаю это дело. Короче, не укладываюсь в собственные планы из-за этого тортика. Я говорю, если тортом занялся, это на весь день получается. Какой бы торт ни был, да. Но если это, конечно, не какой-то торт из готовых. Как вот, знаете, делают там, ну, готовое печенье берут, что-то там перемажут и все, крем только приготовят. Вот. А если делаешь от и до самостоятельно и тесто, и крем, то это все равно долго. Вот. Вот так вот. Так, ну ладно. Что? Главное, что сделаю дело. Сейчас его вынесу, поставлю на холодильник, наверное, там. Ой! Что еще новенького-то? Что еще новенького? Матрес у него общество знаний две пятерки получил. Да? Вот. А, что новенького-то? Вот. У нас новенькое то, что он поедет на чемпионат России. То есть он съездит сначала как? На всероссийские? На первенство. На первенство России поедет как бы с его, ну, с одногодками, с которыми всегда в команде едет, от Свердловской области. По юношам, да, по юношам, в общем, поедет, да? То есть с такими же ребятами. А на чемпионат его сегодня приглашают, тоже от Свердловской области, но уже с мужчинами, по мужчинам и женщинам. На чемпионате на этом будут с ним в одной линии стоять олимпийские чемпионы. Как его называют? Черноусов, товарищ Черноусов. А кто? Серебряный. Серебряный чемпион. Ну, олимпийский же. Ну, олимпийский же. Ну, олимпийский, серебряный призер, олимпийский. И это Бацарашкина будет тоже. Она чемпионка олимпийская? Двухкратная. Вот так вот. Так что Матвей будет в их ряду стоять и стрелять. Конечно, там шансов, наверное, не так много выбраться. Но из 100 человек бы оказаться в 20-ке уже за счастье было бы, да? Мы вот так рассчитываем. Ну, посмотрим, в общем, что получится. Но главное, надо постоять нам все равно, поехать. Но не очень удобно. Они как бы вернутся с первенства в первых числах февраля. И через 5 дней надо уже отправляться вот на чемпионат. Получается, он 5 дней. Если в школу сходит, то уже хорошо. И опять садится на поезд и опять туда же, в Ижевск, уезжать. Еще на 5 дней. В общем, вот так вот. Надеюсь, не будут сильно ругаться в школе. Ну, вроде как ничего. Слава Богу, оценки набираются. Четверть-то длинная. Оценки все равно должен набрать, чтобы ему выставили зачитывать потом. Еще пятерки получаешь. Да, да, так он хорошо. Потому что не все успевают, конечно, и в соревнованиях, и в школах. У кого-то проблемы, получается, у спортсменов. Вот так разговаривали, что не успевают на соревнованиях туда и сюда. Ну, ладно, все. Пойду я. Почти вымой, они у меня все в торте. А, я пойду отдыхать маленько. Так, ну что, мы поехали. Сейчас заедем на Вайлдрис. Там у нас деду подарочек пришел на завтра. Успел! Я думала, уже завтра придется ему говорить, поздравляем, но без подарка. Потому что не успел. Но он успел. Так что все удачно сложилось. Что-то как-то поздно заказала, честно говоря. Долго думала, что заказать. Ну, он сам сказал, что ему надо. Потом вам покажу в обзоре уже. Сейчас пока не покажу. Чтобы он не узнал, да? Ну, а то он ролик посмотрит и узнает сегодня вечером уже. А мы ему завтра подарим. Вот. Ну, нужный, нужный ему подарок. Ладно, все. Побежал я в Вайлдрис. Сейчас покажу время. Опа! Пол десятого. Пол десятого. У меня вот что. Пылесос. Пошла еще веранда пылесос. Сейчас последняя. Все уже прошла. Корову подоила. Думаю, нет, буду пылесосить сегодня. Даже завтра. Иначе бабушка заплюхается одна. Если я приборкой завтра... Ну, с пылесосить начну завтра. Все равно как-никак. Отсылочас на это уходит. Вот. Так что сейчас на кухне... Ой, это на веранде. И все. Мне дело сделано. Более завтра станет. Все чисто более-менее будет. Ну, плетучи домой. Не знаю, сегодня или уже завтра на утро ставить. Замочу, наверное, завтра вам намочить. Вот. Леша... Фу, Леша. Дед сейчас смотрит. Только приехали с тренировки. Сегодня туда на секцию ездили. Чтобы здесь не топить, решили туда поехать. Вот. Так что вот так. Ладно. Все. Отдаю камеру. Вот такой сегодня. День у нас. Пишите комментарии свои. И всем хороших выходных, кстати. Да. Хороших выходных. Вот. У нас они полные хлопоты. Опять будут днями рождение. Потому что завтра у деда. Послезавтра у Фадея. В общем, сплошные дни рождения. Поэтому, не знаю, удастся ли как-то отдохнуть, передохнуть. Но, в общем, все равно. В выходные есть выходные. Сегодня работа там. Все. Давайте. До завтра. Всем пока-пока.